всех видеть. Лекция посвящена тому, как современное искусство влияет на гуманитарное знание, каким образом меняется не только наш способ видеть мир или ощущать его, но и способ познавать. Моя лекция относится к теории современного искусства, и нужно заметить, что статус этой науки, он достаточно подвижен и в разных странах по-разному соотносится с университетским циклом дисциплин. Например, в Англии в университетах преподается теория современного искусства, тогда как в Америке она является частью критической теории, то есть вообще критической аргументации связаны с репрезентацией социальных проблем современности. Дело все в том, что в Англии важной задачей университетов является разработка методологии. Университет должен доказать, что он умеет работать с новым материалом, осваивать новые для себя поля, новые практики, новые антропологические измерения, тогда как в американских университетах важно легитимировать науку внутри университета. Важно доказать не то, что современное искусство полезно для социальных наук, а то, что вообще разговор о нем в университете возможен, и значит, современное искусство позволит подобрать аргументы для решения социальных проблем. Конечно, здесь мы уже употребили слово «репрезентация», то есть представление происходящего, и сразу нужно дать несколько пояснений. Обычно те, кто приступают к изучению современного искусства, всегда немного недоумевают, что привычные категории и понятия, годящиеся для старого искусства, к современному не приложимы. Например, трудно говорить о жанрах или стилях современного искусства. Мы, конечно, можем приложить эти слова и говорить там о стилистике поп-арта или об экологическом искусстве как определенном жанре работы с природой, ну, примерно с теми же основаниями, как мы говорим о жанре нон-фикшн в литературе или о стилистике современного дизайна. Но мы все равно ощущаем, что эти слова, очень хорошо годящиеся для старого искусства, не работают с современным искусством. Почему так происходит? Есть, конечно, простое и совершенно неправильное объяснение, что, мол, современное искусство работает по другим законам, что оно не годится для классических музеев, его не разместишь под колоннами, и, значит, тем самым это искусство не может интерпретироваться имеющимися в науке средствами. Но это утверждение неправильно, хотя бы потому, что рамка, или, как говорят в науке, фрейм, в который мы берем искусство, тогда оказывается тоже очень узкой. Музеи с колоннами – это вовсе не часть истории мирового искусства. Это рамка, созданная, в общем-то, в середине девятнадцатого века в рамках неоклассицизма национальных государств с их идеей коллекционирования вещей и представления некоего национального духа, стоящего за всеми этими вещами. То есть мы говорим не о классическом искусстве, а о каком-то образом фреймированном искусстве. И просто признаем, что для современного искусства мы еще не нашли нужного фрейма. Напомню, что фрейм – это важное понятие социологии Ирвинга Гоффмана, утверждающего, что все наше взаимодействие с окружающим миром – это не отдельные акты коммуникации, а прежде всего акты интерпретации. И причем мы интерпретируем и то, что происходит, и себя интерпретируем. То есть нет ни одного социального действия, будь то, например, помощь, участие в политике, насмешка, сочувствие, которые не были бы каким-то образом фреймированы. То есть взяты уже в рамку интерпретации. В одной рамке сочувствие будет милосердием, в другой – просто симпатией, в третьей – слабостью, в четвертой – нормой коммуникации. А как такового сочувствия или эмпатии вообще нет, пока оно не фреймировано. Когда многие говорят, что, мол, мы понимаем старое искусство, но не понимаем современное искусство, они просто имеют в виду, что для старого искусства нашелся подходящий фрейм. Например, учебник, в котором иллюстрируется все произведениями старого искусства, который и оказывается тем ресурсом интерпретаций, на который можно ссылаться, как на авторитетный. Напомню, если мы возвращаемся ко временам реализма, самый известный манифест эмпатии, которую вызывает старое искусство. Рассказ Глеба Успенского выпрямило. В этом рассказе школьный учитель Тяпушкин, угнетенный жизнью, увидел Венеру Милосскую в Лувре и, наконец, почувствовал себя неугнетенным, неуниженным и обрел новые силы для жизни. Казалось бы, описывается универсальное действие искусства. Но на самом деле история Тяпушкина этим не заканчивается. Он понимает, что просто встреча со скульптурой выпрямлять его не может и отказывается от второй встречи с самой скульптурой. Зато он размещает фотографию этой скульптуры, то есть определенную интерпретацию. Например, фотография – это документ, как бы охранная грамота, как фотография на паспорт. И поэтому Тяпушкин, глядя на фотографию с Венерой Милосской, не просто восстанавливает в памяти какие-то эмоции и заново их переживает, и заново выпрямляется, а как бы выдает себе документ. Вот тебе паспорт, вот тебе грамота на полноценное право чувствовать себя человеком. То есть даже реалистическое понимание искусства, которое имелось в виду человеком второй половины XIX века, нуждается во фреймировании и нуждается в особом медиуме, который может весьма отличаться от способа производства самого произведения искусства. Что такое тогда фотография? В общем-то, фотоискусства еще тогда не было. Фотография рассматривалась как научный и документирующий инструмент. Полицейская или биологическая фотография. Если мы вспомним классическую статью У Вальтера Беньямина «Краткая история фотографии». И поэтому к фотографии могли бы быть отнесены те слова, которые часто высказывают рук броня современное искусство. Я тоже так могу. Разумеется, любой может сделать в музее фотографию Венеры Милосской. Но учителя Тяпушкина почему-то продолжает исцелять и ободрять только эта фотография. И оказывается, что другой так не может. Когда я слышу «я тоже так могу», я обычно предлагаю просто сделать копию любого произведения, что если вы сделаете хорошую копию, я поверю, что вы тоже так можете. Но почему-то как раз хороших копий произведений, например, абстрактного экспрессионизма, даже меньше, чем хороших копий старых мастеров. Потому что мы примерно уже представляем секреты ремесла старых мастеров, но вот это явление неожиданного медиума, неожиданной рамки, неожиданной среды, которая вдруг и является творческим актом, вот это воспроизвести оказывается гораздо труднее. Мы говорили о Тяпушкине и Венере Милосской. Но заметим, что эффект этой статуи, как и некоторых других античных статуй, был не просто в красоте и пропорции, а в определенном эстетическом скандале, что богиня была изображена обнаженной. Сами понимаете, это дерзость и почти скандал, который в античности привел и к популярности, и востребованности этих статуй, и более того, Венера Милосская стала каноническим образцом античной красоты именно благодаря тому, что сначала риторика осмыслила ее как божественное явление. Потому что вот скандал. Богиня изображена обнаженной. Этот скандал каким-то образом надо замять и решить. И если мы почитаем античные эпиграммы, посвященные Венере Кницкой и другим статуям, видно, как этот вопрос решился. Один из... Можно было, например, сказать, что Венеру все-таки видели некоторые смертные. Были возлюбленные среди смертных. Следовательно, есть прецеденты. Но тогда сразу статуя становится божественной. Мы видим саму Венеру. Если мы принимаем, что смертные могут видеть не только статую, но и саму Венеру, значит, статуя обожествляется. Объявляется божеством. И в этом смысле и наделяется всеми свойствами божества. Исцелять, спасать, облагораживать и так далее. Либо были другие варианты. Более изощренные и, как бы, мы сказали, софистические. Например, что не сам там прокситель или какой-либо еще античный скульптор стал делать обнаженных Венер. А что это резец прикоснулся к мрамору? А резец это железо. Железо это Марс, меч, законный супруг. Точнее, незаконный, конечно. Либо же можно сказать, что это Гефест, который как раз законный супруг, который кует железо. То есть, взять всех тех богов, с которыми были отношения у Венеры. И, тем самым, сказав, что железо это Гефест или Орес, заявить, что само искусство соприкасается непосредственно с божеством. То есть, для того, чтобы превратить произведение искусства в вечное и божественное, понадобилось его рефремировать и контекстуализировать, вести медиумы, например, вспомнить Оресце. И только тогда появилось вот это представление о божественной красоте античных статуй. То есть, когда произошли определенные интеллектуальные процессы. Поэтому, разумеется, неправы те, кто говорят, что, мол, современное искусство воспринимается интеллектом, а старое искусство, дескать, непосредственно душевно переживается. на самом деле, мы просто не замечаем тех интеллектуальных и софистических операций, которые произошли со старым искусством. И не замечаем, что с современным искусством мы должны произвести те же самые операции. Иногда современное искусство идет, разумеется, нам навстречу. И мы сейчас, знакомясь с отдельными произведениями, будем называть те современные теории, для которых они являются иллюстрациями. Вот на экране первое произведение, как вы видите, это сделанные из коры деревьев скульптуры людей, направляющихся к дереву. То есть мы это сделали два польских художника, мужчина и женщина. Я сегодня покажу много женских произведений и как раз тема женского творчества, она тоже нам пригодится. Потому что до сих пор в искусствоведении идут споры, с чем связан тот простой факт, что в истории западной цивилизации поэтесс было много, а художниц было не так много. почему мы можем, не можем представить антологию литературы без поэтесс, но мы можем представить музей, где нет ни одной художницы. Например, музей старого голландского или итальянского ренессансного искусства. что же происходило? И, конечно же, ответ довольно простой, что искусство было встроено тоже сразу в несколько рамок. И в рамку постоянного фабричного производства и в рамку связи с военным делом. Например, известно, что европейская перспектива развивалась параллельно с баллистикой, с расчетом действия огнестрельного оружия, а значит, имела и военный смысл. также подразумевалась организация артели, организация предпринимательства, общение с духовенством, которое тоже мужское, выполнение срочных и неотложных заданий, то есть искусство, например, эпохи возрождения, оно было вписано сразу в большое количество рамок, каждая из которых оказывалась в конце концов мужской. Поэтому женщина могла появиться в искусстве только как самое крайнее исключение, но не как возможность для искусства приобрести какие-то новые свойства. Если искусство похоже на армию, на срочное производство, на выезд курьера на место, на командование войском, и роспись храма делается как спецоперация, то, разумеется, все интерпретационные контексты оказываются присвоены мужчинами. Тогда как современное искусство, как видите, оно явно пацифистское, явно не связано ни с заказом, ни с производством, ни с армией, а наоборот скорее с пацифистскими и экологическими идеями. И, конечно, подобное решение это пример того, что называют пространственным искусством. То искусство, которое называют сайт специфик, то есть, которое может состояться только в каком-то одном месте. При этом такое искусство может быть очень хрупким, оно вовсе не является вечным. Это могут быть даже скульптуры из песка, которые существуют меньше часа. Но это все равно будет искусство, специфицированное пространством. Почему? Потому что, например, скульптуры из вот этого коры это, по сути дела, медиум. Это способ понять, сколько хрупок человек, сколько человек близок к природе и сколько часто память о человеке не остается. А настоящим произведением искусства оказывается сама ситуация этой площади. Что вдруг мы начинаем осознавать город как носитель памяти. Это соответствует целому ряду социальных идей. Например, идеям Мишеля Десерто и Пьера Нора о современных больших городах как местах памяти. То есть как о том об определенном произведении искусства лабиринте, по которому ты проходишь и можешь собрать память о произошедшем. понятие места памяти означает, что мы можем, например, не опознавать отдельных знаков. Например, что этот дом был разрушен в войну, а потом восстановлен. Но город, как некое целое, напоминает и о войне, и рано или поздно мы догадаемся, что, например, город подвергся большим разрушениям войны. И места в этом городе, которые нам казались простыми местами, оказываются местами памяти. То есть это в некотором смысле напоминает трагические сюжеты. и прежде всего сюжет Гамлета. Гамлет почему и одновременно мстит, но вроде бы как ведет нерешительно себя. Потому что он оказывается на месте преступления. И он является носителем не только акта возмездия, не только действия, но и памяти об этом совершенном преступлении. эффект Гамлета как пьесы именно в том, что кроме возмездия как такового существует и определенное воспоминание, которое заставляет Гамлета и превратиться в некий медиум, в некое средство мести. Он мстит не потому, что решил мстить, а потому, что в такой тошнотворной ситуации он не мстить и не действовать безрассудно просто не может. В эпоху реализма, когда про медиум не думали, а все сводили к реалистическим характерам, характер Гамлета всем критикам казался совершенно загадочным. Кто он такой? Сумасшедший, гений, мститель, трус. Определить характер Гамлета оказывалось совершенно невозможно. Но мы, владея опытом модернистского и позднейшего искусства, можем сказать, что это за характер. Что характером обладает на самом деле ситуация. А Гамлет это такой тайнозритель, медиум, такая фотография происходящего, типа полицейской фотографии, по которой рано или поздно все будут арестованы. Это Гамлет не мститель, но и не орудие мести, а медиум, такой свидетель, такая рамка, в которую вся ситуация берется, так что мы понимаем, что на самом деле происходит в мире. И такое место современное искусство сайт специфичное ставит целью восстановить эти места памяти там, где они не до конца проявлены. Например, где просто жители привыкли к тому, что это центральная площадь, где трудно сказать, что жители не помнят каких-то эпизодов истории. И вот оказывается, что деревья, дерево, кора деревьев помнит больше, чем сами жители. И вот такой медиум, он превращает сам город в произведение искусства, рассказывающее о том, что произошло в прошлом, когда была война, когда был голод или что-то еще. следующее произведение, принадлежащее современному художнику Фершуэрену, оно ставит целью осмыслить современную природу. Вы видите мост, сложенный из бревен, но при этом как будто никуда не ведущий, как будто это руина или декоративная арка. Вообще в Европе был довольно долгий период, и когда руины были востребованы как единственный способ фреймировать испарковое искусство, введя фактор времени, как единственный способ напомнить, что кроме некоторой идеальной картинки в мире есть и изменения. Когда мы видим руины в царском селе или в Павловске, искусственные руины, то их как раз целью было показать, что парк существует как некоторая временная среда, как герой, как тот, кто может преодолевать разрушительную силу времени. Это был способ героизации парка, не менее сильный, чем героическая символика. можно парк обнести ограды с щитами и фасциями, а можно поставить руину. но и там и там будет патетическая героизация парка, понимание, что подвиг преодолевает время и остается бессмертным. В этой работе, конечно, выразились идеи современной экологии, и это перед нами типичный эко-арт, то есть искусство, показывающее, как природа проявляет сама себя. Благодаря эко-арту сформировался целый ряд научных теорий, в том числе и в биологии, и в социологии, и во многих других дисциплинах. назову только несколько просто книги, которые выходили по-русски. Это интернет животных Александра Пшера, немецкого теоретика, в которой он показывает, что современные нейросети не полны, если мы не введем туда животных, то есть обладающих собственной волей и собственным чутьем существ. Люди легко встраиваются в интернет и начинают доверять интернету свои чувства, тогда как животные наоборот помогают эти чувства не отдавать, а усиливать. Например, животные могут чувствовать приближающееся землетрясение и не просто предупредить о нем, а отладить работу нейросети так, что она будет эффективнее передавать информацию и найдет способ наилучшего поведения для всех во время землетрясения. то есть с точки зрения Пшера люди очень часто смотрят на интернет реалистически, не осознавая, какие именно за интернетом стоят механизмы, думая, что они просто делятся информацией. Тогда как если животные подключаться к интернету, то это действительно будет усиленный голос природы. Действительно природные инстинкты будут не натурализовываться нами, а наоборот служить лучшей передаче информации. Беда в нашем реализме и натурализации вещей. и выход как раз в Пшера, как и все теоретики, вдохновляющиеся эко-артом, находят в таком антиэссенциализме. Они говорят, что неподвижных сущностей не существует, что существует только вот эта чуткая работа, превращающая что-то в метео. И вопрос состоит в том, что интернет животных может нам вернуть способность творчески решать проблемы современного мира, в том числе экологические проблемы. Так и в этом произведении Ферчуэрена. Вроде бы это просто арка, просто показывающая устойчивость, но она показывает, что в природе все начинает быть соединено и взято в некую систему, вне зависимости от того, считываем мы функционирование этой системы или нет. Например, нам кажется, что животные движимы только своими инстинктами самосохранения, размножения, питания и в этом смысле принадлежат миру фатума. Но более внимательное исследование показывает и взаимопомощь животных и их способность информировать друг друга и формировать окружающую среду. Так и здесь. Мы вроде бы видим просто бревна, но присмотревшись мы видим, что это берега и что то, что нам казалось просто пейзажем, фреймированным только нашим удовольствием, оказывается некой экосистемой. Следующее произведение Герхарда Рихтера, такого одного из самых интересных современных абстракционистов, как видите, поначалу непонятно. Оно кажется просто ржавой и раскрашенной стеной. Но Рихтер тоже оказывает влияние на современную теорию. И здесь я могу вспомнить одного из самых модных социологов наших дней Даймонда, который пытается рассмотреть историю человечества одновременно с военной и экологической позицией. Даймонд доказывает, что в истории человечества побеждали не просто военные силы, личная инициатива или хитрость. Например, он ставит вопрос, почему западная цивилизация оказалась, например, успешнее китайской, хотя китайцы изобрели и порох, и почту, и быстрое сообщение, и построение войска, и могли бы завоевать мир гораздо раньше, чем европейцы. Даймонд считает, что неправильно объяснять это какими-то особенностями характера или поведения, каким-то народным духом. Все это будут ложные объяснения. Поэтому он предлагает свой собственный вариант, а именно, что на самом деле вопрос стоит о биологической живучести, и выдвигает он собственную версию. У сельскохозяйственных народов была потребность хранить урожай вместе и значит собираться вместе в поселения и города. Это означает, что люди начинают чаще заражать друг друга, распространяются эпидемии, но у следующего поколения вырабатывается просто устойчивость к этим эпидемиям. И значит, куда приходят люди, после имеющие за спиной опыт выживания многих поколений, то есть опыт адаптации, там они фактически действуют биологическим и химическим оружием. Поэтому европейцы так легко завоевали Америку. Не столько силой огнестрельного оружия, сколько просто неся с собою чуму и другие, оспу и другие болезни. То есть для Даймонда получается, что история человечества это экологическая история. Это история создания некоего экологического сообщества, которое тем самым создает угрозу для соседних сообществ и как грибница распространяется по всему миру. И вот как раз у Рихтера тоже основная идея это выяснение стойкости материалов. Он использует краски на различной основе разной текучести и по сути дела исследует как именно какая краска может распространиться и стать основы фона. То есть это тот же опыт, который ставят например в биологических лабораториях. Как допустим действует антибиотик или как размножаются колонии бактерий. Только применяются не специальные биологические инструменты. А инструменты чистой репрезентации. Чистый холст или лист металла. Еще следующее произведение Барри современного художника это тоже эко-арт причем близких к тому, что по-итальянски называется арте повара и что оказало влияние на таких мыслителей, как, например, итальяне Джанни Ваттимо, автор идеи бедной философии и бедной религии вслед за бедным искусством. Суть этой идеи состоит в том, что современный человек уже не может выдвигать какие-либо концепты без оговорок. То есть выдвинув какой-то концепт, мы должны понимать, что этот концепт вводится в действие конкретными людьми, что он присваивается ими. Тогда как настоящая философия она противостоит социальному или утилитарному присвоению. Это мы видим и в работе Барри, которая создается тем, что вы видите стоят деревянные столбы, и они же отражаются в глади озера. То есть мы уже думаем приписать им какую-то идею, но потом начинаем смотреть завороженные их отражения. Эта схема была известна и в старом искусстве, например, рифма или ритм в поэзии, когда главным для поэтического сообщения становится не содержание, а рифма, движение ритма, конец строки. То есть и оказывается, что смысл подчиняется вот этим ритмическим закономерностям, что вдруг приходит ритм и говорит, что здесь вот будет красота. Опять же, когда мы говорим, что старая поэзия, регулярная поэзия прекрасна, то мы делаем ту же ошибку, которую делают интерпретаторы античных обнаженных статуй, считая, что просто здесь изображена красота как таковая. На самом деле творчество, например, Пушкина было тоже вполне скандальным. Пушкин наладил довольно регулярное производство поэм. Пушкин фактически использовал такой микс смешения разных сюжетов, тем или стилей, обращения к разной стилистике от церковно-славянской до просторечной. И то есть именно потому, что человек себе позволяет скандалы, но при этом идеально справляется с формой, как раз Пушкин и был признан тоже божественным поэтом, что он позволяет себе по сути дела божественные привилегии и при этом форма оказывается идеально спокойной, все совсем идеально и гладко рифмуется, как здесь все идеально отражается в воде. Вот Джанни Ваттимо вслед за представителями арта фовара тоже как раз говорит об этом же, что современная бедная философия она важна не своими идеями, потому что любые идеи уже высказывались. Она важна тем, что может спокойно уместно отнестись к фактам наших с потерь, что, например, время течет, в истории было совершенно много ошибок и так далее. И возможность просто признать, что это наши ошибки, наши упущения, наша недостача, то есть отразить как бы все эти ошибки и недочеты, это уже и есть философия. Дальше покажу одного из самых дорогостоящих современных художников, современного поп-артиста Джеффри Кутса, который делает, он совершенно скандальный и легкомысленный мастер, делающий скульптуры из воздушных шариков, или так просто берущий статую, приделывающий шар и говорящий, что это дорогостоящее произведение искусства. И, конечно, у Кунса есть свои противники, которые говорят, что же он такое делает, я тоже могу шарик надуть и сказать, что это великое произведение искусства. Но на самом деле Кунс тоже по-своему мыслит адаптацию и выживание. Он мыслит вроде бы на рынке и осмысляет, например, эффекты Диснейленда, где действительно вдруг шарики оказываются тем, что вызывает восторг. Но в связи с ним я могу вспомнить и некоторые современные теории, например, недавно тоже в русском переводе вышла книга огромная одного из группы, на самом деле это групповое творчество под названием «Инсектология», то есть наука о насекомых, где как раз выяснялось, что для изучения насекомых недостаточно просто исследовать эволюционные адаптационные механизмы, что, например, как раньше было, что, например, мухи, которые живут рядом с заводом, приобретают черную окраску, маскируясь от птиц на фоне закопченной стены. Те механизмы адаптации отбора, которые изучает классический эволюционизм. Потому что выяснилось, что, например, этот завод является и агентом действующим. Выбросы могут приводить к мутациям этих мух. Изменение направления ветра может приводить к тому, что мухи начинают по-другому прокладывать маршруты и меняют свое поведение. То есть насекомые оказываются начинают себя вести ну почти как люди, продумывая свою стратегию поведения. Но при этом насекомые легко мутируют, поскольку как раз мутации в мире насекомых они более распространены, чем в мире млекопитающих. Следовательно, эта инсектология, наука о поведении и одновременно внешнем виде насекомых как раз исследует, как искусство может отвечать на производство. производство приводит к вредным выбросам, к исчезновению целых видов или наоборот появлению целых видов, то есть каким-то поражающим наше воображение эффектом. Как и, допустим, промышленное производство воздушных шариков приводит к тому, что мы можем восхищаться воздушным шариком, как целая индустрия произвела такую незатейливую и при этом радующую игрушку. Есть известный анекдот про человека, который покупает в магазине ёлочные игрушки, а на следующий день приносит эти игрушки и сдаёт. Продавец спрашивает, почему вы сдаёте эти игрушки? Что они бракованные? Нет. Что они с трещинами? Нет. Так почему же вы их сдаёте? Не радуют. То есть для нас поведение этого потребителя анекдотично, но кунц как раз исследует, при каких условиях игрушки радуют, а при каких нет. почему собака из шариков может порадовать не только ребёнка, но и взрослого. И согласно кунцу, и согласно теоретикам инсектологии, она радует именно тем, что человек выжил, что мы дожили до взрослого состояния, что мы работая на производстве, вовлечённое в городское производство, можем радоваться простым вещам. И допустим, статуя воспроизведена с помощью трёхмерного принтера, является промышленной копией, но при этом мы радуемся, что на ней вдруг появился шарик. Как насекомые, согласно инсектологии, радуются, что хотя завод их может уничтожить, они прокладывают новые пути своей жизни. И здесь как раз можно вспомнить, что ведь античные статуи до нас дошли тоже в римских копиях, причём довольно плохих, потому что, например, греческие ключевые статуи, они были из бронзы, покрытые золотом слоновой костью, потому что богам надо отдавать лучшее. А римские копии, они из мрамора делались, то есть это падённая такая подделка, как сейчас сложить, сделать там на 3D принтере или из какого-нибудь гипса копию чего-то. Но при этом почему-то любители искусства полюбили эти дешёвые подделки. Почему так произошло? Да потому что от античности кроме самих статуй дошла и литература, в которой как раз объяснялось, что эти статуи исключительны, что они связаны с самой функцией воображения. В греческом языке, например, слово пласма означает и ваяние наша пластика и воображение. И работа воображения ассоциируется с работой скульптора. Поэтому люди, которые полюбили, например, чтение романов, они же полюбили и рассматривание этих античных статуй. и чем больше развивался роман, по сути дела тоже такой фабричный вид литературы, то есть то, что производят в массовом порядке, тем больше развивалось рассмотрение античных статуй. По сути дела Кунс делает то, что например, сделал с романом Достоевский. Что такое роман журнальный, бульварное чтиво, по сути дела, то, что люди читают на досуге. А вот Достоевский пишет о Раскольникове, тоже в общем-то в журнал, тоже как коммерческий проект, и при этом все же создает некое содержательное очень и философское произведение. Почему? Потому что он, можно сказать, смотрит как именно сам герой Раскольников мог ли он радоваться или не радоваться совершенному им. Мог ли он выжить после совершения преступления? Мог ли он ощутить себя живым? То есть, как Раскольников, превратив себя в орудие некоего производства, в орудие правосудия, расправы над злой процентщицей и так далее, насколько он потом мог оказаться живым? И насколько эта промышленная статуя может также по-детски радоваться? Поэтому поп-артист, он берет действительно промышленные объекты, шарики, но при этом делает то же, что, например, сделал Достоевский с романом. Выяснив, как в романе возможен не только детективный сюжет, но и возможна, например, радость осознания своего поступка. Как, допустим, по инсектологии насекомые, которые приспосабливаются к жизни на заводе, они, по сути дела, осмысляют завод как жизненный мир, как мир, в котором они могут активно жить. Следующее произведение. Это произведение, которое, как видите, представляет собой искусственную реку, это газ. Я сейчас буду показывать экологическое искусство, искусство художниц. И, как видите, это такая имитация реки, естественным образом текущей, с помощью вот такой полоски ткани. Казалось бы, здесь делается то же самое, что у Рихтера показывается, как природа функционирует сама собой. Но здесь вводится, заметьте, искусственный объект. И, конечно, это пример того, что стало в социологии называться акторно-сетевой теории. То, что мы знаем о Бруно Латуре. Или же, что мы знаем как сильную программу в социологии Дэвида Беллура. То есть, представление о том, что искусственный объект, будучи введен в систему, меняет саму систему. Даже если он не искажает никакой отдельный предмет данной системы. То есть, эта полоска ткани не повреждает ни одного камня. Она очень бережна. Она просто имитация. Она, можно сказать, нулевой знак, который ничего, казалось бы, не значит. Но, тем не менее, эта полоска ткани меняет всю систему. Система превращается из статической в динамическую. Как в квантовой теории. Появляется наблюдатель и вся система меняется. И вот такая река это одно из тех произведений, которые вдохновляют теоретиков сильной программы в социологии. или акторно-сетевой теории. То есть введение точки зрения наблюдателя, который видит ткань, принимает ее за текущую реку и по-новому начинает видеть природу. Это полностью соответствует теориям, в которых наблюдатель не является пассивно воспринимающим искусство, а является агентом этого искусства. Конечно, такое вовлеченное положение наблюдателя создавали еще модернисты. Например, скульптор Роден исходил из того, что сам зритель его скульптур будет как бы пританцовывать, определенным образом подходить. Или, например, художник Марк Родко он оговаривал, с какого именно расстояния должен смотреть зритель картину, не должен слишком приближаться и так далее. То есть подразумевался определенный сценарий поведения наблюдателя, при котором запускаются и сценарии самого искусства. а это как раз очень важно для современной социологии, потому что современная социология должна отдавать отчет в том, какова позиция наблюдателя. От нее может зависеть полученный результат. Простой, например, пример. Социальные работники в Западной Европе, работающие с беженцами, постоянно сталкиваются с тем, что они не могут контролировать поведение беженцев. Например, им дают деньги на покупку холодильников, а они посылают деньги своим родственникам в Афганистан или в Африку, или как-то объединяют, то есть ведут себя не так, как предусмотрено сценарием. Сначала социологи просто думали, что это означает, что у этих людей коллективное сознание, что они не мыслят себя вне коллектива. И как бы использовались простые штампы. Вот у нас на Западе индивидуализм, каждый ставит холодильник и телевизор в свою квартиру, а там у них коллективизм, они только всем племенем могут там распоряжаться деньгами. И пытались начать перевоспитывать беженцев, обучая их вести себя как индивидуалисты. Но из этого ничего не вышло. Беженцы могли адаптироваться к такому индивидуалистическому поведению, но никогда они не расставались с этим поведением. И потом выяснилось, что на самом деле это связано с их вовлеченностью в сети. Что, например, деньги для них это подарок, а подарок для них это род жертвы. То есть им пожертвовали европейцы, например, деньги на холодильник. Они считают, что это означает, что европейцы принесли им жертву. При этом, если начинают их воспитывать в них индивидуализм, они начинают чувствовать себя объектом, жертвой. А чтобы не быть жертвой, нужно принести следующую жертву, то есть отдать эти деньги родственникам. То есть в результате оказалось, что просто вовлеченность в сети и деньги и холодильники оказываются для них частью сетевого взаимодействия, а не просто неким достоянием и некой ментальной конструкции, приводит к тому, что они по-другому вести не могут себя. И чем больше отдают им деньги, тем больше они вместо покупки холодильников отдают им их бедным родственникам. То есть это связано с ролью жертвы и пониманием денег как подарка. А холодильник в свою очередь, например, для них является тоже частью некой системы. Например, системы, в которой существует планирование на несколько дней вперед. и эта система как раз, но для них планирование на несколько дней вперед всегда подразумевает совещание с другими. А как посовещаешься, если ты еще не отдашь им какие-то вещи? Для них совещание с другими подразумевает и определенный обмен вещами. Так, соединив антропологию, теорию коммуникации, теорию медиа и акторно-сетевую теорию, удалось все-таки установить, как именно правильно надо общаться с беженцами. И вот как раз такие произведения, они вдохновляют на понимание того, почему вроде бы нейтральная вещь, вроде денег или этой полоски ткани, которые вроде ничего не меняют в вещественном мире, холодильники вроде все на месте, деньги вроде тоже их количество никуда не девается, но почему система оказывается неустойчивой? Это стало очень важно как раз с введением например криптовалют, которые являются принципиально неустойчивой системой и как бы обладают собственной волей, как себя приведет биткоин мы дальше не знаем. И вот как раз художница Луиза Буржа, создающая таких пауков, она как раз тоже об этом думает. Разумеется, первая там трактовка ее творчества это казалось бы просто то, что это некий страх. паук это страшно, женщина тоже может многого бояться, и поэтому есть трактовки допустим феминистские, где просто речь идет о преодолении социальных фобий. То есть это инструмент по преодолению социальных фобий. Но есть конечно так трактовать можно. Это примерно настолько же законно как говорить о том, что там картина Тициана это про то, что нужно сделать все красиво. Это трактовка того же уровня. значит при этом нужно заметить, что допустим если бы Тициан когда например люди говорят, что старое искусство было профессиональнее, а современное искусство я тоже так могу, я уверяю, что если бы Тициан увидел половину того, что в русском музее выставлено, он бы сказал, что это просто низкопрофессиональные художники, которые не знают анатомию лошади там, не знают, не умеют правильно сделать нюансы и так далее. Потому что разумеется русские художники конца 19 века выполняли собственные задачи внутри новых фреймов, например ускорения жизни, потребовавшие некоторые халтуры в работе. поэтому лучше подумать над тем, что наша Луиза Буржуаль делает на самом деле. На самом деле все эти пауки очень большие. Они могут быть размером в несколько этажей. И, конечно, здесь имеется в виду другое. То, над чем думает тоже современная социальная наука, а именно и о позиции наблюдателя, которую мы затронули в связи с Ла Туром, и о позиции собственно что во что оказывается вписано. И по позиции так называемых социальных метафор. То есть, допустим, мы очень часто используем, например, метафоры. Например, город как сеть взаимодействий. Есть понятие в социологии ментальная карта. То есть, то представление о городе, которое у нас есть в уме. Здесь, например, дом, работа, там, магазин и так далее. Эта карта может отличаться от того, что является общей картой. Но ментальные карты индивидуальны. А что общее у нас? Ну, некий страх и неуверенность, наверное. И вот Луиза Буржуа ставит целью создать некоторую такую в виде этого паука как бы ментальную карту представлений современного человека о социальном. Этим самым показать, что может быть не индивидуальным опытом. Что это может быть опыт как раз преодоления страха. Видение того, что у другого человека есть подобные страхи, и значит страхи могут быть вынесены за скобки. Поэтому паук оказывается вот такой метафорой создания сети, создания некой ментальной карты, выполнения сценариев и так далее. То есть метафоры всего того, что индивидуализирует человека в современном большом городе. И цель, конечно, показать, что современного человека может деиндивидуализировать. В старом искусстве такую роль, например, выполняли памятники. Вот на центральной площади стоит памятник полководцу, все его знают, он оказывается каким-то таким общим знаменателем, и все знают, что у нас на центральной площади стоит там памятник полководцу. Он наше общее достояние, он часть нашей истории, и мы можем собрать наш общий мир горожан вокруг этого памятника. Но памятник полководцу возможен как точка сборки города, когда есть, например, угроза мобилизации, когда есть всеобщая воинская повинность. Тогда как в ситуации современного города, в ситуации, которую социологи называют наматической, то есть когда в городе много приезжих, когда нет постоянных жителей города, такая пересборка города уже невозможна вокруг вот таких монументальных символов. А вокруг как ни странно страхов оказывается возможно. То есть страх, конечно, был тоже вмонтирован и в старые памятники. Ясно, что полководец на коне должен быть немножко страшным. Но и Евгений испугался медного всадника все-таки. Это был страх самый настоящий. Так что это вполне известно из старой классической культуры. Но вопрос в том, что сейчас ситуация, как я сказал, которую социологи называют наматической ситуацией. Социология говорит, например, о технономатизме, то есть то, что интернета, например, мы можем оказываться в отдаленных уголках мира или вести удаленную работу. И вот как раз Луиза Буржуа один из художников, который востребован как раз социологами, изучающими наматизм. Другие варианты наматизма, вот, например, Матильда Руссель изготовила таких травяных человечков. То есть это представление за этим стоит о развитии нейросетей. И это связано, опять же, с развитием современной философии, в которой тематика нейросетей становится одной из важнейших. И такое искусство уже вдохновляет так называемый спекулятивный реализм или объектно ориентированную онтологию. Это модное направление философии, созданное Грэмом Харманом и развиваемое в англоязычном и франкоязычном мире. Это, конечно, тема для целого курса. Уже множество книг есть по-русски об этом. Но в чем суть этой философии? В том, что вещи не являются только системой объектов, которые мы расставляем. Нам кажется, что мы, например, владеем теми объектами, которые здесь находятся. Мы расставили столы и стулья, следовательно, мы полновластны над большим количеством объектов даже в этой аудитории. Но, говорит Харман, ведь любой объект сопротивляется. Например, стол, он обладает своей массой, своими качествами, он ограничивает возможности моего движения, заставляет принять особую позу. Когда мы расставляем стулья, мы расставляем их не только относительно себя, а относительно стола тоже. То есть получается, что стол является не меньшей точкой отсчета, чем наша собственная воля. наша воля состоит только в большей чуткости. И Харман применяет свой метод к самым различным вещам. Например, к кризису Ост-Индской компании, которая одно время держала в своих руках всю почти мировую торговлю, колониальную, а потом резко сошла на нет. Обычно историки это объясняют трудностями сопротивления пиратам, появлением конкурентов и так далее, ростом издержек и многим другим. То есть вводят разные экономические определения. Харман предлагает рассмотреть Ост-Индскую компанию как определенный самореализующийся организм, который по сути дела существовал, а потом сломался и сломал до некоторой степени людей, которые в нем участвовали, затруднил им деятельность. Например, перестроил финансовую систему, кредитную систему, кредиты стало брать труднее, и в результате оказалось, что Ост-Индская компания это и есть субъект, который командует людьми. Другой пример это история, например, с насосами в Зимбабве, когда для того, чтобы наладить водоснабжение, в страну было завезено множество насосов. Казалось бы, это просто появилась новая техника, но оказалось, что эти насосы изменили все в стране, и политику, и экономику, и культуру, потому что насосы нужно обслуживать, для этого требуется другая культура труда. Насосы, они расставляются в разных деревнях, в результате деревня становится из места обитания племени чем-то вроде гражданской общины, такой ячейкой, и так далее. То есть стало выясняться, что механизмы или вещи не просто меняют наш мир, а обладают собственной чувственностью. То есть то, что вещи меняют мир, это было известно давно. Вроде там коммунизм, это электрификация всей страны. Вроде бы это Плат-Гойл-Ро мало чем отличается от зимбабийских насосов. Он тоже должен был принести цивилизацию, новую политическую культуру, и так далее. Вроде бы примерно то же самое. Но есть все-таки разница между Гойл-Ро и зимбабийским насосом. Что Гойл-Ро это план спущенный сверху, а зимбабийский насос как бы обладает собственной чувствственностью. Это такой нейрон, который сам чувствует и сам начинает производить какие-то импульсы и менять чувственность людей. что это не потому, что зимбабийские насосы спустили сверху, а потому, что они сами обладают некой чувственностью. И здесь оказывается материал, здесь оказывается трава, то есть уже чувствительная природа, и в конце концов они создают вот эту ситуацию спекулятивного реализма, новой чувственности. Или вот проект как раз художницы опять же значит Сони Хенрихс это как раз проект как видите таких вот следов на снегу. Казалось бы такое просто вроде бы затейливая такая работа на местности, но это как раз тоже попытка воспроизвести в том числе и фактор случайности. Это связано с идеями Квентина Миясу, который относится к объектно ориентированной антологии, но дополняет ее фактором случайности. Новым пониманием случайности не только как произвола, но и как определенного просто развития ситуации. Что случайность она и формирует саму возможность воспринять искусство. Согласно Миясу мы начинаем видеть искусство как раз когда мы как бы замечаем его случайно и принимаем его как какую-то случайность. То, что очень ценили в модернизме как озарение или эпифания. Чем случайнее, тем вернее. потому что случайность говорит о том, что мы перестаем относиться к искусству как промышленному изделию, а начинаем воспринимать его как вошедшее в систему и уже деформировавшее ее. Например, выпадение костей. Оно вроде бы случайно может выпасть две единицы или две шестерки, но уже это выпадение еще до того, как выпало, оно привело в движение целый ряд механизмов. Например, что все приготовили деньги, как рассчитываться друг с другом игрокам в кости. Все приготовили считать время, давно ли мы играем в кости или нет. То есть случайность по миасу не просто приводит механизмы в действие, а приводит их в действие еще до того, как она произошла. Этим подход миасу отличается от подхода Хармона, у которого в действие механизмы приводятся, когда они осуществились, когда этот стол стоит и как-то действует на стуле. У миасу случайность действует еще до того, как этот случай произошел. Игроки приготовили деньги, чтобы рассчитываться еще до того, как кости выпали. и от костей, от их броска зависит только комбинация цифр, денег, что за такое-то очко будет выплачено столько-то таким-то игроком такому-то, но не сама ситуация, а сама ситуация создана еще до происшествия. И вот искусство делает то же самое. Оно, например, дарит радость еще до того, как мы внимательно рассмотрели картину. но радость уже произошла. Примерно так же, как азарт произошел у игроков в кости. И вот это как раз тоже такая попытка воспроизводить вот эту радость. Вы замечаете, поскольку нам уже нужно двигаться к концу, мы говорим уже почти полтора часа, но формат лекции таков. я поэтому через две минуты завершу, чтобы у нас осталось немножко времени на вопросы. Не все я успел показать, но, как видите, мы все время возвращались к фроймированию, к экологии и к случайности, к тем основным понятиям, которые важны и для современной философии и социологии, которая уже не может работать, как старая философия или социология, просто исследуя мир объектов и закономерностей между ними. Мы постоянно возвращались к этим фреймам, что нет как бы факта вне интерпретации. Это противостоит тому, что в свое время Карл Поппер еще в 30-е годы назвал эссенциализмом, с чем я все время борюсь. То есть представление о том, что факты непосредственно производят смыслы. Когда, например, переводчики думают, что я как раз сегодня на Новой Голландии буду в 19-30 читать лекцию о теориях перевода, и как раз эссенциализм, который исходит из того, что переводчики думают о том, что если правильно передать подлежащие сказуемые, то это породит тот же самый смысл, что порождает оригинал. Оказывается, совершенно не так. Оказывается, этот смысл не порождается, а появляется что-то совсем другое. И вот как раз современное искусство, оно постоянно вдохновляет и современную социальную и философскую мысль, именно потому, что оно принимает на себя вот это работу шанса, работу экологии, показывает мир с новых сторон. Я постарался показать, что классическое искусство, оно тоже всегда фреймированное, в нем тоже всегда есть случайность, случайная радость. Мы всегда радуемся, например, не столько сюжетом Рафаэля, сколько там особым колоритом, который мы опознаем, но продолжаем радоваться. Хотя мы вроде видели Рафаэля много раз, но колорит нас может вновь и вновь порадовать. А кого-то наоборот порадует деталь, потому что в детали мы увидим какую-то вот эту экологию, возможность детали соответствовать целому, как те самые мухи в экзектологии вдруг приспосабливаются к работе завода и каким-то совершенно непостижимым ни для завода, ни для экологии способом. И также у нас деталь какая-нибудь деталь у Рафаэля Тициана может порадовать такой неожиданной адаптацией. Вот поэтому современное искусство не имеет никакого противоречия со старым искусством. Это не то, что раньше работали мастеровито, а теперь там берут писсуары и его выставляют. Совсем нет. И старое и новое искусство Одинаху прежде всего реформировало реальность. И Рафаэль ставил целью не столько сделать красоту, сколько по-новому реформировать Ватиканта и папскую власть за счет привлечения тех или иных ресурсов и, в общем-то, просто изготовления жизнеподобных вещей в таком почти промышленном виде. Вот. И новое искусство оно вполне может быть изощренным. Если я что-то вас порадовал, то я считаю, что задачи лекции выполнены. У нас немножко времени на вопросы. Спасибо большое. Да. Ну, конечно, вы пробудили сейчас много мыслей. Вот. Ну, начну с конца. Я 22 года работал переводчиком, коллективен переводчиком среди лучших, извините, в Петербурге. Вот. И, значит, перевод не слово в слово, а смысл в смысл и более того, с культуры на культуру переводится. Совершенно верно. Иван Дурак, это, понимаете... Это совершенно верно. Ну, так вот мы действовали. Вот. А дальше, значит, мне кажется, что все-таки это современное искусство, оно выполняет роль и решает задачу расчеловечивания человечества, которое сейчас идет с бурными темпами и известно, кем ниссируется и известно, для чего это делается и к чему это ведется. Тут и разрушение семьи, расчеловечивание разделяя власть, теперь возвращаясь властью и наконец расчеловечивает и властвует. вот оно, как сказать, это искусство такую пакушную роль явно в виде выполняет. Ну и наконец, я тут случайно захватил для тебя почитать какую-то книжку, я вам просто ее презентую, мало ли что, может сгодиться. то есть аутентичность должна быть, понимаете, а не надуманность, это, кстати, надуманная философия и надуманное искусство, которое служит этой философией и все это служит во-вторых все раз расчеловечиванием. Спасибо большое. Действительно, вы выдвинули некоторую концепцию истории и опять же разумею, но я просто не могу в рамках лекции обсуждать концепции истории, какая есть концепция истории, ближе к истине, какая нет. Вполне возможно, что концепция исторического развития как раз человечнее окажется верной, но я просто пока не могу, не обсудив, какими инструментами мы анализируем исторический процесс и его закономерности, обсуждать эту концепцию. Просто для этого сначала нужно говорить, какими инструментами мы будем действовать, а потом уже обсудить концепцию. Спасибо большое. Спасибо. Еще вопросы? у меня вопрос такой, наверное, к вам о принципе корректируемой экологии. Просто так уверен, ее презентуете, это же достаточно спорная теория, даже на примере того, как действие встречается в крайних костях. Нельзя же действительно сказать, что действие игроков вызваны случайностью, они все-таки вызваны способности человека к какому-то предсказанию, действительности. Они же не готовы к любой абсолютно ситуации. вы совершенно верно, вы высказываете одну из главных претензий к объектно-ориентированной антологии, это отсутствие телеологии. Но другое дело, что эту претензию нельзя, например, высказывать с точки зрения, допустим, современной науки, которая принципиально не телеологичная, в которой нет целеполагания. Поэтому она может быть высказана скорее с позиции гуманитарного знания, в котором целеполагание остается. и проблема в том, что действительно, например, в последних работах Миясу обсуждается вопрос о том, как, почему произошло снятие телеологии. Ну, вы знаете, на русском, например, есть его работа «После конечности», которая как раз говорит о том, почему телеология была и вдруг исчезла. И, конечно, возможно, что оспаривание, что новой концептуализации телеологии могут быть и может быть потом в моду спекулятивного реализма войдет и какой-нибудь обновленный телеологизм, но просто я не могу делать предсказания в мировой философии. Еще вопросы? Спасибо!